Друзья, всем большой привет! С вами Семен и сегодня нас с вами ждет рыбалка на фидер в поисках весеннего карасика. Но ловить хочу по следующей стратегии. Взял два удилища с флет-кормушками, поставим маленький поп-ап, забросим на ждуна с целью, конечно, поймать какую-то более крупную рыбу, карпа или большого карася. Ну и где-то на коротке также половлю на фидер. Нахожусь я сегодня на хуторе Карла Маркса, это Динской район, Краснодарский край. На день сегодня передают 20 градусов тепла, прекрасный теплый весенний день на водоеме, сейчас полный штиль, красота. Так что, ребята, не теряем времени, расставляемся, готовимся, ну и будем надеяться, что какая-то рыба нас с вами сегодня порадует, которая обитает в этом водоеме. Соберу сейчас стойку под флет, под два удилища, забросим их первые, пускай дежурят. А я вот здесь с левой стороны поставил кресло, половлю на классический фидер, достаточно здесь обрывистый берег, ну в принципе нормально. Сейчас наберу воды с водоема, чуть-чуть спущусь вниз. Из наживки, ребят, опарыш белый-красный и баночка червей по прикормке. Это крупная фракция, Халибуд, Палтус, взял две пачки. Кстати, ее буду использовать как для ловли на классический фидер, так и для использования во флет-кормушках. Рыбная прикормка, крупнофракционная. Сделаем увлажнение, потом начнем уже собирать удилища. Добавил воды, перемешивая. За счет своей крупной фракции прикормка очень хорошо увлажняется. Пил достаточно много влаги, так как имеет крупную фракцию. Видите, еще достаточно много мелких таких зерновых, кукуруза, пшеница, видно желтеет. Сейчас еще водички. Перемешиваем и оставляем утягиваться. Ну а пока буду собирать удилища. Флет и классический фидер. Ну и теперь, друзья, хочу поделиться своим новым приобретением. В арсенале появились у меня три новые катушки для ловли на флет. Это фирма Blackside. Модель называется Batcher. Алюминиевая шпуля, 5500, придаточное число 4,6 к 1 и подшипников мы здесь имеем 3 плюс 1. Кноп посередине такой прорезиненный, по бокам пластик, достаточно ухватистый. Гайка фрикциона небольшая такая, есть красные вставки и фрикцион здесь средний, быстрый. Качественная укладка лески. Видите, как ровненько все уложило. 0,26 у меня здесь намотана. На катушке установлена одна клипса, ну достаточно такая большая, я уже дистанцию заклипсовал. В принципе, такой прикольный катушка имеет дизайн. Очень плавный такой, прям бархатный ход. Так что, ребят, буду тестировать новые катушки для флет-рыбалок. Посмотрим, как они себя зарекомендуют. Выбрал я уже дистанцию, поставил клипсу. Составляет, наверное, около 50 метров. Комфортная. Оп, грузик только утонул. Полторашечка, наверное, есть там глубина. Хорошее дно. Выбитый такой участок. Прям грузик переваливается, стучит постоянно. То есть там я и заклипсовался. Кстати, ход плавный. Даже практически не слышно, как катушка крутится. Нравится мне. Ну, первое впечатление хорошее. Дальше будем смотреть. В общем, ребят, сейчас стратегия следующая. Замешиваем прикормку и маленьким спомбом с помощью удилищ для флет-рыбалок с тестом до 150 грамм мощными будем кормить точку ловли. Потому что для флет нужно точечку нам с вами подкормить. Ну, теперь, друзья, давайте с вами замешаем небольшое количество прикормки и будем кормить точку для ловли на флет. Вот такой маленький спомб ракета. Из прикормки сегодня я взял пелец 3 миллиметра жирный. Оставал, помню, что с прошлого года. Мелкий пелец жирный, рыбный. Сейчас, как-то 3, наверное, дам. И все там чуть-чуть у меня останется. И еще добавлю быстро растворимый пелец. Это мастер карп серия чеснок 5 миллиметров, 10 килограмм. Он будет пылить, рыбу привлекать, отдавать все свои вкусоароматические свойства. То, что нужно. Ну, теперь, ребят, давайте увлажним нашу прикормку. Использовать буду ликвид бустер. Это вкусоароматическая добавка клубника, слива. Небольшое количество добавим. О, как пахнет! Запах просто невероятный. Небольшое количество добавляем. Вот так оно постоит, минут 5. Попытает пелец. И будем делать прикормку. Получилась у нас с вами вот такая прикормка. Пелец быстро растворимый при попадании в воду. Сразу начнет растворяться. Ну, а мелкий жирный пелец, он достаточно долго полежит на точке. Так что, даем некоторое время настояться, натянуться. И будем кормить. Итак, друзья, точку ловли на флет я закормил. Сейчас делаем монтажи и уже будем забрасывать нашу оснастку. Значит, нам понадобится два крючка. Раз и два. Небольшие, огруженные, кстати, дробинкой, чтобы маленький поп-ап, восьмерка, не поднимал полностью весь поводок. Такую восьмерку буду использовать. Что касается флет-кормушек. Это наутилус по 40 грамм, монтаж скользящий. Кстати, ребят, если вы будете ловить карася именно на флет, то рекомендую всем использовать только скользящий монтаж, чтобы было видно хорошо поклевку. Здесь у меня литкор, так как я часто ловлю на спортивных водоемах. Если вы не ловите на спортивных, можете за место литкора использовать просто обычную, более толстую плетенку. Возьмем два маленьких поп-апа. Восьмой номер. Запах здесь бисквит. Один из моих таких самых любимых. И он у меня, между прочим, один. И других мне и не нужно. Такой проверенный. Уже пробиваем иголкой. Одеваем на волос. Здесь ничего подрезать не нужно. Насадка будет одиночная. Сверху фиксируем стопорком. Поджимаем. Все. Одна есть. Огружена дробинкой. Ну и то же самое на втором крючке делаем. Вот у нас получилось две наших насадки. Здесь, кстати, у меня идет колечко такое, видите, быстро съем. Здесь петелька на конце. Продеваем. Просто протаскиваем. Все. Вот наш крючок надежно зафиксирован. Давайте сделаем первые забросы. Укладываем насадку в пресс-форму. Присыпаем кормом. И формуем по бокам. Немножко поджимаем. И вот так получается. Не забывайте намечать на том берегу ориентиры, чтобы бросать в одну и ту же точку. Одна есть. Ослабляем фрикцион на случай, если клюнет карп. И забросим второе удилище. Все быстренько. Готово. Ну, будем надеяться, друзья, подтянется какой-то крупный карась или карп. Оп. Есть. И для ловли на классический фидер, ребят, собрал новинку от фирмы Maximus. Удилища, которые у меня появились в этом году. Это Агент X. Взял фидер с ростом 3,60 и с тестом 60-120 грамм. Здесь получается комель совмещенный, нескользящая эва, пробка. И здесь тоже нескользящая эва. И данная серия удилища имеет такой средний быстрый строй. Я их уже потестировал на карпах. Хорошо вяжут рыбу, отрабатывают рывки. Здесь максимально такая, видите, чувствительная вершинка на поклевку. И имеют очень хорошие бросковые показатели. И еще плюс то, что здесь верхний тюльпан, он противозахлестный. То есть, ваша плетенка, леска не перехлестнется через верхнее кольцо. И вы не оторвете свою оснастку. Ну и пару слов за катушку. Это фирма Blackside Warlock. Здесь получается 7 плюс 1 подшипник, алюминиевая шпуля. Плетенка 0,10. Видите, какая ровненькая, четкая укладка. Мощный кноп ухватистый такой, достаточно большой. Средний быстрый фрикцион. То есть, катушка небольшая, легкая и с очень, видите, симпатичным дизайном. Придаточное число 4,9 к 1. Вообще, катушка очень мне нравится. Немного вершинка так заиграла на флет. Муж какая-то поклевка была. Ну, пускай пока постоит. Младенько. Крючок. Гамакатсу LS-2210B. 18 номера. 30 сантиметров поводок. И материал вот такой. Дунаев, флюрокарбон 0,12. Ну и давайте первого разведчика отправим опарыша. Парочку. Я уже, кстати, точку закормил. Там буквально 5 кормушек бросил. Ну, 2 пока будет нормально. Есть. Ну что, будем ждать. Караси здесь есть крупные. По килограмму и больше. Будем надеяться, что какой-то клюнет крупненький карась. Первая поклевка. Какая-то такая аккуратная натяжка. Ну, вроде, вроде рыба есть. Ну, где-то около 10 минут, наверное, прошло. Ну, что-то небольшое. Густерень, может, или плотвичка небольшая. Фуэтики пока молчат. Я их перезабросил. После первого заброса классического фидера сразу встал. Перекинул. Так, ну, первая рыба есть. Уже хорошо. Первая рыбка, ну, густерочка. Ладошечная. Такая приличная. Подошла на 2 опарыша. Такая. Класс. Снова, наверное, густерочка. Такс. Хорошая густера. Снова такая ладошечная. Пойдет такая густерка. Потихоньку рыбка подтягивается. Снова на 2 опарыша. Ну, что, ребят, первая поклевка на флэт. Крайняя правая. Ударчики. Во-во. Есть. Есть. Что-то, что-то есть. Да. Рыба есть, друзья. Здесь есть и карась крупный, и лещ. Нифига себе, давит. Ну, вот первая поклевочка на флэтик. На фидер так себе пока мелочь пока клюет. Карасика нету. Вправо пошел. Вообще, катушка такая тихая. Вход прям вообще даже и не слышно. Больше слышу, как этот леска укладывается. А катушку вообще не слышно. Так. Аккуратно, аккуратно. Опачки. Ну, вот они, бонусы. Подошли. Есть. Офигеть. Здоровый. Смотрите, какой карасяка. Ё-моё. Вот это да. На поп-ап. Смотрите, какой. Офигеть монстр. Фидер. Ну, что, друзья. Вот и первая поклевка на флэт. Вот такого карася хорошего. Наверное, грамм 800, наверное. Но сейчас возьму весы. Взвесим с вами. Посмотрим, сколько весит. Здесь есть крупный карасик. Я и по килограмму ловил. Ну, что. Первый пошел. На флэт уже радует. Так что сейчас буду делать перезаброс и его в садок, естественно, брошу. Но на классический фидер пока мелкая густерка, такая ладошечная. Так что продолжаем, друзья. Уже радует. Так, ну и зафиксируем вес. 900 грамм, друзья. Вот это карасяка. Мощный. Отлично. Поклевка на фидер. Тихо, тихо, тихо. О, подлещик. Опачки. Нормальный. Больше ладошки. То густерка, густерка. Это подлещик. На червячка и одного парыша красного такой. Что хорошо, небольшой ветерок подул. Без ветра, конечно, не очень. Вот с ветром, когда волна, может быть, сейчас клевы гораздо лучше будет. Потому что в штиль не очень. А вот когда такая рябь хотя бы бежит, чуть-чуть волна есть, то рыбка поактивнее. Поклевка очередная на фидер. У меня, кстати, там несколько зацепов было. Я сейчас ушел чуть-чуть дальше от точки, начал кидать подальше. Думал, может, ближе начать. Но так как там свал, думаю, все-таки попробую дальше уйти. Потому что в точке уже два поводка оборвал. Не знаю, за что-то цепляется. Какие-то, может, пучаки старые. Может, еще что-то. В общем, решил подальше бросить, Чтоб не обрывать ничего. Снова подлечь. Так, где караси? Где караси на фидер? Такой чуть-чуть меньше, чем тот. Очередная поклевка. Приходится вставать. Наверное, может, через брову там рыба тоже цепляется. И обрывы, и несколько сходов было. И встаю, и немножко перетягиваю. Так, повыше удилища поднимаю, чтобы перетащить. Здесь и рыба небольшая, но тем не менее. Тем не менее, она туда сразу направляется и сходит там. И поводки рвутся. Вот такой подлечик. Пока все, всех в садок кидаем. На два парыша красных ловлю. Пробовал на червячка. То же самое, в принципе, клюет подлечики. Бросают на большое дерево сейчас. То бросал чуть правее. Но там прям чересчур много было зацепов. Оно и здесь тоже немножко цепляется. Но, по крайней мере, обрывов нет. Чуть-чуть левее сюда сместился. А там чуть правее. Там поводки даже рвал. Поэтому что-то там непонятное лежит. А здесь хорошо. Чуть-чуть влево ушел и отлично прям. Все поводки вот уже целые. Все нормалек. Поклевка на фидер. Поклевка на фидер. Поклевка на фидер. Поклевка подниму. Протащить может. Зацепы все. Что-то есть небольшое вроде. Такс, такс, такс. Какая-то плотница. Густерка может. Опа, густера. Клюнула. Опа, достал крючок экстрактором. Вот такая. Уменьшила духи. И кто не попал в судок. Пора бы и перекусить. В общем, подписчик-зритель прислал мне, смотрите, какого копченого мяса. Человек сам занимается, делает. Вот такое вкуснятина. Говорит, Семен, я смотрю, ты ешь булочки. Давай я тебе пришлю гораздо вкуснее кое-что булочек. Он делает мясо. Ну, это малая часть. Дома, конечно, есть. Вот такое, смотрите. Сейчас тоже порежу. Покушаю. Сам коптит. Продает в таких вот пакетах. Ну, в общем, ребят, не в рекламе дело. Но если кому-то нужно, я, может, там телефон оставлю. Напишите. Садыгей, человек. Так что сейчас перекусим. А, еще у меня этот салат. Фунчоза. Кстати, домашняя фунчоза сделал. Вот такая. Очень люблю я. Здесь и перчик, видите, и огурчик, и вот эта стеклянная лапша. В общем, сейчас перекушу. В общем, спасибо еще раз большое за такой подгон. Такого шикарного мяса. Это лучше любой колбасы. Так что сейчас буду есть. Ну, что, друзья, снова на флет поклевочка. Что-то есть. Так, леска подпровисла. Ну, и снова хорошенький карасик такой. Сейчас вот так под удилищем так раз пройду. Ну, такой поменьше, конечно, но пойдет. Такое, чуть больше ладохи. Ну, вот на фидер не клюет нифига карась. Больше ладошки на попа обклюнул. Такой, ну, нормальный. Вот. Больше ладошки. А что-то на фидер вот одна густерада и все. Клюет. Да немножко подлещика. Вот. Непонятно, почему так. Тут тоже поклевка была. Что-то есть, но явно не карасик. Чуть на фидер вообще караси не клюет. Как и говорил, достаточно много-много мелкой рыбы клюет и все. И червяка ставил. Так, пучочком. И там три-четыре опарыша. Все равно отбивает мелкая рыбка. Ну, в принципе, какая есть, такая есть. Что уж там. Ну, вот такая густера. Еще одна клюнула. Мелкая. Может там, конечно, где флэт подкормлена хорошо. И рыба там шарится. Более крупная. Поклевка. Опа. Дергает. Что-то сидит. О, видите, все. Зацеп. Снова зацеп встал и все. Скорее всего, нету. Ну, так. Я и ближе уходил, ловил. Тоже ничего интересного. Не клевало. Там вот самые такие лучшие поклевки издалека. Вот здесь, конечно, может вообще на ближничке попробовать. Половить в яме. Ну, не знаю. Наверное, поводка, наверное, нет. Ну, да. Видите. Зацеп и поводка нет. В общем, друзья, перешел я на ближничок. Вот сюда, на первую бровку. Половлю здесь немножко. Поймал небольшую густеру. В общем, уже пускай она тут стоит буквально. Тут пару часиков осталось половить. Потому что на дальнике, в принципе, рыбка чуть крупнее. И все равно много очень мелкой рыбы. Такой густерки. Вообще маленькой. Но зато, наверное, крючок пятый оторвал. Вот на флет перезабрасываю. Нормально. Ничего не цепляется, не отрывается. Все отлично. А на классический фибер, там на дальничке постоянно какие-то зацепы. Бывает достаточно хорошая поклевка. Вроде и рыба есть такая, ну, увесистая, знаете. А заводит зацеп и все. И поводок отрывается. Поэтому думает, да ну его нафиг. Половлю уже на ближнике. Там густерку такую. Небольшую пойдет. Ух ты. Клюет как хорошо. О. Хотя на ближнике, е-мое. Смотрите какая густера. Вот это я страдал с этими крючками и с поводками. Бросал туда в конец географии. И этот. Ловил такую же рыбу. А то еще и меньше. Ну проскакивали такие. Более бонусы нормальные. Но. Здесь-то оказывается на ближничке. Сейчас может быть будет еще гораздо интересней. Сейчас как пойдут караси с ближника. Я скажу, да. Вот это я бросал там, ловил на дальнике. Хотя рыба вся близко стоит. Ну посмотрим. Сейчас проверим. Офигеть друзья. Рыба-то оказывается поблизости стоит. Смотри какая густера хорошая. Отлично. Помельче. Вот такая густерка. Оказывается рыбка то и тут шарится. на коротке. А меня знаете, что больше всего заинтриговало, так скажем. Пойманный крупный карась того берега. Я думаю, буду ловить там. Буду ловить там, пока не клюнет карась. Оказывается нифига. Да если честно, я бы ловил. Просто достаточно много поводков оборвал. А так конечно. Опа. Видели поклевка. Ух ты. Дернулся. Видите, смотрите. За спину. За спину поймался. А я думаю, что сегодня так жарко и парило. А ну вот на вечерочку дождик пошел. Е-мое. Ну дождик конечно это не очень хорошо. Я такой бы еще половил. Ну посмотрим. Может сейчас уже даже эти фидерные удилища с ледкормушками соберу. Потому что вроде как-то тучка набежала. Здесь поклевка у меня. Ну не знаю. Может быстро закончится. А может будет идти. Но тем не менее дождь пошел. Ага. А ничего нету. Так что парило-парило и дождь пошел. Вот так вот. Смена. О, поклевка. Резкая смена погоды. На дождь. Может оно конечно и наклев. Сказалось немножко. Туча такая хорошая нашла. Может конечно он и будет идти сейчас. Поэтому пока буду такое все что мокнет убирать. Опа. Бонусная. Смотрите какая густера с ладоху взяла. Ого загибает. Нифига себе. Крупничок подошел ребята. Смотрите. Вот. Вот это я уже понимаю. Эх. Сошел, 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 сошел. Попрыгал, попрыгал. Ну что друзья. Вот этим подлещиком или густеркой сегодняшнюю рыбалку будем завершать. Густера. Пойдет. К сожалению карасика на классический фидер не был. Но зато кабанчик порадовал на флет. В принципе рыбалка нормалек. Но как-то еще пока карасик не особо расклевывается. Так что нужно будет обязательно приехать на этот водоем. Туда. К апрелю наверное ближе попробовать снова на флет крупных карасей поймать. Ну сейчас ребят покажу вам общий улов. В принципе там два карася. Один крупный хороший. И всякая разная густерка. Опа. Ну смотрите. Тут в принципе нормально. Тут карась один весит больше чем вся густера. В принципе пойдет. Карасяка конечно друзья вообще зачетный. Таких я ловил здесь и по пять в день. Ну. Буду еще приезжать пробовать. Конечно. Потому что тут караси вообще зачетные. Пойдет. Мелкую рыбу коту заберу. Итак друзья. Ну что хочу сказать по рыбалке. Я считаю она удалась. На флет поймал два карася. Один из них матерый. Крупный. Весит 900 грамм. Классический фидер. Более крупную рыбу к сожалению поймать не удалось. Начал ловить далеко. Там сходы, обрывы, зацепы. Ну и немножко поздно ушел на ближние рубежи. Где достаточно хорошо ловил подлещика. Густерку. Да в принципе всю ту же рыбу. Которая клевала и. Сдалека. Тем не менее. Точку. Раскормил. Точнее. Так скажу. Ее надо было раньше раскармливать. Именно ближничок. Первую бровку. И подтягивать туда как можно больше рыбы. Но тем не менее. Ребята. Туда тоже рыба клевала. Очень. Хорошо. Обязательно нужно приехать еще на этот водоем. Может в начале апреля. В середине апреля. Потому что караси здесь есть очень крупные. И на флет они прям клюют достаточно хорошо. Активно. Все ребята. Я поехал домой. Всем вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео. Поддержите пальцем вверх. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить мои новые видео. Пожелаю крепкого здоровья вам. Вашим близким. Не хвоста не чуи. И увидимся с вами на новых рыбалках. До новых встреч друзья. Всем пока.